Всем добрый вечер! Мы вас приветствуем в Центре компьютерного обучения специалистов Прим.ГТУ имени Балмана. Сегодня у нас вебинар, который называется «Штатное расписание от А до Я». Я начну с А, расскажу то, что я знаю о штатном расписании, а до Я вы уже сами своими вопросами меня доведете, потому что, может быть, я учу то, что вам интересно. Я Светлышева Ольга Юрьевна. Я являюсь членом Национального союза кадровиков, сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента, кандидат в физических наук. Свою деятельность я начала с преподавания. Преподавала в высшем учебном заведении несколько лет и затем в кризис жанра. И я решила изменить сферу деятельности. Обучившись при факультете психологии Московского государственного института университета Ломоносова, я получила диплом о переквалификации и стала HR-менеджером по персоналу. В этой профессии выросла до директора по персоналу. И сейчас занимаюсь опять преподаванием, веду курсов по управлению персоналом, кадровые курсы, занимаюсь консультированием, написанием статей и участием в различных мероприятиях. Я являюсь спикером. Мои контакты. На экране вы видите красным мою корпоративную пункту. Можете писать мне письма. Обязательно всем отвечу. Единственное, не всегда успеваю в этот же день ответить. И даже на следующий не всегда успеваю. Но в течение двух-трех дней обязательно стараюсь отвечать нашим слушателям. И на сайте специалист.ру, на главной странице у каждого преподавателя есть ссылка на странички. У каждого преподавателя есть своя страница, где рассказано об этом преподавателе. Есть фотографии, расписание занятий. Ну и на моей страничке вы также можете увидеть все бесплатные вебинары, которые я проводила, записи бесплатных вебинаров, статьи, которые я пишу и рекомендации, которые я даю нашим слушателям. Когда вы пишите мне письма, я обязательно отвечаю на них. И затем в виде рекомендаций, поскольку эти вопросы, видимо, вызывают интерес, уже выкладываю на сайт. Естественно, без ваших имен, просто вопрос и объяснение. Так что пишите и тоже ваши вопросы появятся на нашем сайте. И в социальных сетях также я зарегистрирована. Чаще всего бываю на фейсбуке, но у остальных тоже, но гораздо реже. Так что приходите, будем дружить. Это схема прохождения курсов по нашему направлению. В верхней части вы видите курсы по кадровому направлению, оформлению трудовых отношений. В нижней части по управлению персоналом. Здесь сегодня мы будем говорить о штатном расписании. Конечно, эта тема в первую очередь относится к темам, касающимся оформления трудовых отношений. Речь идет о кадровой работе в современной организации уровень 1. Там мы, конечно, подробнее об этом говорим. И в других курсах по этому же направлению тоже затрагиваем данный вопрос. Вместе с тем, если вы занимаетесь управлением трудовых отношений, например, вы занимаетесь подбором, оценкой персонала, мотивированием, то есть менеджер по персоналу, управленческий аспект для вас важен, без штатного расписания очень сложно, согласитесь, тоже работать, поскольку штатное расписание является основой многих направлений деятельности в области HR. Вот сегодня мы будем говорить на эту тему. Я надеюсь, что данная тема привлечет внимание не только менеджер по персоналу и кадровиков, но и всех, кто интересуется этим направлением, например, руководителей структурных подразделений или руководителей организаций, собственников, бухгалтеров и других смежных профессий. После наших курсов вы имеете возможность получить следующие документы. Свидетельство, пожелание, сертификат на английском языке, удостоверение о повышении квалификации, извините, капризничает раньше времени. И еще мы выдаем дипломы тем, кто прошел по определенному направлению и набрал не менее 252 часов курсов очных занятий. Вопросы, которые будем рассматривать на сегодняшнем занятии. Мы выясним с вами, является ли штатное расписание обязательным документом. Уточним, в чем заключается разница между штатным расписанием и штатной остановкой, поскольку многие и даже кадровики путают эти понятия. Выясним, кто же все-таки должен разрабатывать и вести штатное расписание. Также мы уточним, должны ли мы использовать унифицированную форму ТТ при разработке штатного расписания, или можно воспользоваться свободной своей формой. Мы обсудим, каков порядок разработки утверждения штатного расписания. Допустимо ли вы в штатном расписании указывать вилку окладов, то есть диапазон, а не четкую сумму. Выясним, как вносить изменения в штатное расписание и можно ли его уничтожать, если оно утратило силу. То есть издано новое штатное расписание, мы ввели его в действие, можно ли уничтожать предыдущее штатное расписание. И в конце я отвечу на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Мы выясним, является ли штатное расписание обязательным документом. Как вы знаете, чтобы быть убедительным, надо на что-то ссылаться, на какие-то нормативные акты. Но в нашем трудовом законодательстве, к сожалению, это не всегда возможно. И подчас нам приходится искать эти нормативные акты. Хорошо, если мы найдем какую-то норму, где четко сказано, что штатное расписание является обязательным документом, который должны вести все работодатели. Но, к большому сожалению, этого нет в данном случае. В то же время мы можем прочитать какую-то норму и интерпретировать ее косвенно. Эта норма может давать ответ на данный вопрос. И вот в данном случае я привожу вашему вниманию две статьи. Это статья 15 ТК РФ, где сказано, что трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем. А личное выполнение работникам за плату, и я красным выделила, трудовой функции. А в скобках разъясняется, что есть трудовая функция. Работы по должности в соответствии со штатным расписанием. Профессии и специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы. И дальше многоточие, я дальше не стала уже цитировать, потому что самое главное заключено именно здесь, в скобках. Таким образом, мы понимаем, что штатное расписание является обязательным, поскольку трудовая функция должна быть прописана в трудовом договоре. Об этом говорит 57-я статья. В части 2 и 57 статьи Трудового кодекса обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия, в том числе трудовая функция. И опять мы видим в скобках повторение определения работы по должности в соответствии со штатным расписанием. Таким образом, две статьи нам косвенно сообщают о том, что этот документ обязательный. И если у вас в организации нет штатного расписания, необходимо его разработать и ввести. Второй вопрос. Как я уже сказала, многие кадровики и люди, приближенные к кадровому делопроизводству, путают два документа. Штатное расписание и штатная расстановка. Подчас на своих курсах, когда мы начинаем изучать вопрос штатного расписания, наши коллеги подразумевают штатную расстановку и, например, говорят о том, что в штатном расписании указываются фамилии и имена отчества. Так вот, давайте выяснять все-таки, в чем разница между штатным расписанием и штатной расстановкой. В данном случае я обращаюсь к указаниям по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету туда и его оплаты. Это один из документов, который может внести ясность в наш вопрос. Итак, в этих указаниях сказано, что штатное расписание применяется для оформления структуры штатного состава, штатной численности организации в соответствии с ее ставоположением. И штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации и сведения о количестве штатных единиц. Вот какую информацию мы получили. Таким образом, мы видим, что фамилии, имена и отчества работников мы не указываем в штатном расписании. Оно обезличенное и оно является локальным нормативным актом. Если бы мы указывали фамилии, имена и отчества, то при каждом увольнении работника или приеме на работу нам надо было вносить изменения в штатное расписание. Здесь предполагается, что у нас есть основа. В штатном расписании есть все штатные единицы и заполненные нашими работниками, и вакантные, поэтому оно обезличенное. Выглядит унифицированная форма вот таким образом. Это незаполненная форма. Я чуть позже покажу, как правильно заполнять и акцентирую на этом внимание. Унифицированная форма Т-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 года. Номер 1. Какие есть особенности у штатного расписания? Напоминаю, что упоминается штатное расписание в 15 и 57 статьях. Особенностями является то, что этот документ обязательный. Он подтверждает обоснованность применения льгот по налогам и отнесения расходов на себестоимость продукции. Еще один момент, касающийся штатного расписания. Документ является внутренним. Применяется для оформления структуры штатного состава и штатной численности. Разница между штатным составом и штатной численностью. Штатный состав наименование должностей, штатная численность, количество штатных единиц по данной конкретной должности, профессии, специальности. Документ обезличенный. При оформлении он подписывается главным бухгалтером. У нас в унифицированной форме внизу есть реквизит-подпись, где написано, что это главный бухгалтер. И руководитель кадровой службы. Две подписи и гриф утверждения. Утверждается приказом руководителя организации. Этот гриф утверждения называется косвенным, потому что утверждается посредством другого документа, приказа руководителя организации. То есть руководитель не должен сам вставить свою подпись в грифе утверждения. Ну а что же такое штатная расстановка? Вот пример штатной расстановки перед вами. Штатная расстановка не обязательный документ. Ни в одном нормативном акте нет упоминания о том, что в каждой организации должна быть штатная расстановка. В унифицированных формах тоже нет такой формы штатной расстановки. Но я думаю, что в каждой организации этот документ имеется. Потому что работать без него практически невозможно вслепую. Итак, как же выглядит штатная расстановка? Возможно, непосвященному человеку она очень напомнит штатное расписание. Но есть существенные отличия от штатного расписания. Это внутренний документ, который даже не утверждается. Почему не утверждается? Ну потому что здесь указаны фамилии, имена, отчества работников. И они могут меняться. Например, администрация. Так, ладно, администратора пока трогать не будем. Ну вот, скажем, бухгалтерия. Главный бухгалтер. Сидорова СС. Сидорова СС сегодня увольняется, завтра приходит другой работник. Мы просто поменяем здесь фамилию. Вообще штатную расстановку удобнее вести даже не на бумажном носителе, а в электронном виде. В Excel или в какой-нибудь таблице. Что еще в штатную расстановку вносится? В отличие от штатного расписания. Кроме фамилии, имен, отчеств, мы также в примечании можем указывать какие-то особенности. В нашем примере. В администрации есть секретарь. Петрова ПП. Она находится в отпуске по ходу за ребенком до 10.15.2016. Таким образом, мы понимаем, что ее функции должен кто-то выполнять и можем взять работника по срочному трудовому договору или временно перевести работника на ее место. Либо распределить эти функции между другими работниками. А в бухгалтерии бухгалтер Андреева, она является внешним совместителем. Это тоже важная информация для нас, потому что вы знаете, что у совместителей есть некие особенности устройства на работу. В частности, они не обязаны предъявлять трудовую книжку при устройстве на работу. И есть ограничения по времени, например. Также отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. И внизу итоговая запись. Из 100 единиц по штатному расписанию 80 заполненных и 20 вакансий. Все. Мы видим вакантные должности и можем на эти должности оформлять работников. Третий вопрос. Кто должен разрабатывать и вести штатное расписание? В каждой организации по-разному происходит. И если в организации авторитарный стиль управления, то руководитель организации просто назначает кого-то. Говорит, вот ты будешь вести и все. Но это вопрос непростой, поскольку у нас есть документ, у нас есть на что сослаться. У нас есть документ, который называется квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Этот квалификационный справочник пока еще имеет место быть. Мы с ним работаем. Он не отменен, несмотря на то, что уже вводится профессиональный стандарт. О них я тоже расскажу. Так вот, в квалификационном справочнике есть должность, функционал которой входит в составление штатных расписаний, там так и написано, составляет штатное расписание в соответствии с утвержденной структурой управления, схемами должностных окладов, фондами заработной платы и действующими нормативами. И вносит в них изменения, обусловленные появлением новых видов деятельности, должностей, присущих рыночной экономики. Вот так написано в квалификационном справочнике. Может быть кто-то знает, как называется эта должность. Эта должность называется экономист по труду. Но мы понимаем, что не в каждой организации есть в штатном расписании такая должность. Поэтому, если нет экономиста по труду, в этом случае руководитель организации имеет право назначить ответственность за ведение штатного расписания. И по практике, конечно, взгляд падает на кадры. На кадровых работников. Именно кадровые работники занимаются разработкой и ведением штатного расписания. Обратите внимание, в квалификационных справочниках, в функционале написано, что составление штатного расписания в соответствии с утвержденной структурой управления. Следовательно, для того, чтобы составить грамоту штатного расписания, у нас должна быть структура организационная. Схемы должностных окладов у нас должны быть, потому что мы их должны вводить. И фонды заработной платы. Обязательно ли использовать унифицированную форму Т3? Четвертый наш вопрос. И на этот вопрос мы можем сказать следующее. Поскольку унифицированная форма такого документа утверждена Государственным комитетом по статистике, постановлением номер 1 от 2004 года, то именно к этому документу мы сейчас и обратимся. В этом документе сказано, в пункте 1.1. Утвердить документы по учету кадров. И вот красным я выделила, дальше многоточие, дальше перечисление других документов идет. Но есть форма номер Т3 штатное расписание. Значит, такая форма существует. Для того, чтобы работать с этой формой, мы вспоминаем постановление Госкомстата 1999 года номер 20 об утверждении порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации. Если мы приняли решение работать с унифицированной формой, то мы можем вносить дополнительные реквизиты в эту форму, а все остальные реквизиты, которые уже имеются, остаются без изменения. Например, код. Вот если мы откроем унифицированную форму, сейчас мы до этого дойдем, там предлагается вводить коды по ОКПО, ОКУДу и так далее, общероссийским классификаторам. Так вот, если мы не вводим коды, то в любом случае не имеем права этот реквизит удалять. Удаление отдельных реквизитов из унифицированной формы не допускается. Но мы видим, что мы можем вносить дополнительные реквизиты. Например, в унифицированной форме Т3 у нас предполагаются только три вида надбавок. Шестая, седьмая и восьмая графы. А у нас, предположим, пять видов надбавок. И мы хотим внести дополнительные две графы. Можем ли мы это сделать? Да, можем. При этом необходимо вносимое изменение оформить соответствующими организационно-распорядительным документам. То есть, издать приказ или распоряжение о внесении изменений в унифицированную форму. Вместе с тем, мы вспоминаем 402-й федеральный закон о бухгалтерском учете. Поскольку именно с 1 января 2013 года он вступил в силу. И с этого момента, на основании этого закона, любая организация вправе разрабатывать абсолютно любой документ самостоятельно. За исключением тех документов, которые требуются федеральным законодательством или законодательством по труду. И закон 402-й о бухгалтерском учете предполагает наличие обязательных реквизитов. Если, в случае, если мы будем разрабатывать свои формы. Это наименование документа, дата его составления, наименование организации, вид документа, описание кадрового действия и величина его измерения в натуральном или денежном выражении, например, штатное расписание или приказ о приеме на работу. И наименование должностей ответственных лиц, их подписи с расшифровкой фамилии и инициалов. Обратите внимание на последовательность. Вначале ставится фамилия, затем инициалы. Вот все эти реквизиты должны присутствовать в бланке, если мы хотим разрабатывать свой собственный бланк штатного расписания. Алгоритм введения форм кадровых документов в соответствии с 402-м федеральным законом. С чего мы начинаем? Сначала мы смотрим те документы, которые у нас имеются, и анализируем их формы. Будем ли мы их изменять или оставим как есть, в частности штатное расписание. Мы ввели в унифицированной форме, теперь вопрос, стоит ли дальше продолжать ввести в унифицированной форме или разработать свою форму. Определяем те формы, которые оставляем без изменений. Составляем перечень унифицированных форм для внесения изменений. Например, в штатное расписание хотим внести какие-то изменения. Приказом, помните, да? И составляем перечень документов для утверждения форм организации. А вот график отпусков, это будет наша форма, а не унифицированный Т7. Потому что в этом графике мы хотим добавить еще одно, что-то там убрать и добавить какую-то еще одну графу. Обязательно согласовываем измененные формы с бухгалтерией, потому что за разработку этих форм отвечает то лицо в организации, которая занимается бухгалтерским учетом. Скорее всего, это будет главный бухгалтер. И только после этого отдаем на утверждение руководителю организации, который своим приказом утверждает эти разработанные формы. Я вам сейчас покажу пример приказа о внесении изменений в унифицированную форму Т3. Штатное расписание. Итак, приказ в свободной форме по основной деятельности. Сверху мы пишем наименование организации. Далее дата и номер приказа. Место издания приказа. И заголовок о внесении изменений в унифицированную форму первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. В преамбуле пишем на основании чего или в целях чего издается данный приказ. В целях совершенствования процедур оформления трудовых отношений с работниками организации и переходим к распорядительной части. Приказываю. Три пункта. Первый пункт. Внести изменения в унифицированную форму первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. Дополнить унифицированную форму Т3. Штатное расписание. Реквизитом согласования. Двоеточие. И показываем, как должен выглядеть этот реквизит. Согласовано. Наименование должности руководителя структурного подразделения. Подпись. Расшифровка подписи и дата. То есть мы хотим при разработке штатного расписания обязательно согласовывать с руководителями структурных подразделений. Во втором пункте указываем дату, с которой вводится это изменение в действие. И возлагаем контроль. В данном случае контроль исполнения приказа возлагаем на начальника отдела кадров. В приложении новая уже измененная форма унифицированной формы Т3. Штатное расписание на одном листе. И подпись генерального директора с расшифровкой. Обратите внимание, что данный реквизит, который мы вносим, он не изменяет смысл штатного расписания. И мы ничего не удаляем. Поэтому форма остается унифицированной формой, утвержденной Госкомстатом. В случае, если бы мы что-то убирали в этом приказе, тогда это уже было не о внесении изменений, а о разработке своей формы. Итак, мы переходим к следующему, пятому вопросу. Каков порядок разработки и утверждения штатного расписания? Напоминаю, что штатное расписание, если мы говорим об унифицированной форме, выглядит вот таким образом. В него мы должны внести должности. Структурные подразделения и коды разрабатываем самостоятельно у себя в организации. В организации могут отсутствовать структурные подразделения. Коды тоже можно не указывать. А вот должности мы должны внести, потому что это трудовая функция, которую мы указываем в трудовом договоре. Количество штатных единиц устанавливает работодатель, тарифную ставку, оплату и надбавки также устанавливает работодатель. Затем считает общее количество в девятой графе и в примечаниях пишет что-то, что ему необходимо обязательно отметить. Так вот, нас сейчас будет интересовать именно третий графа. Это должность, специальность, профессия, разряд, класс, категория, квалификация. Возникает вопрос, как правильно формулировать эти должности, специальности, профессии и на что можно ссылаться. Можем ли мы в свободной форме написать, предположим, инспектор или все-таки нужно писать инспектор по кадрам, как это написано в квалификационных справочниках. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы ссылаемся на следующие нормативные акты, где эта информация имеется. Первый – это квалификационный справочник, с которым мы сегодня уже познакомились, должностей, руководителей, специалистов и служащих. Это общероссийский классификатор профессии рабочих, должностей, служащих и тарифных разрядов. И новые документы, профессиональные стандарты, которые сейчас постепенно вводятся в действие. Начинаем с квалификационного справочника. Что же там сказано? В этом документе перечислены должности работников кадровой службы. Сейчас я их покажу и прокомментирую. Но я бы хотела сказать, что если вы никогда не видели квалификационный справочник, обязательно заинтересуйтесь при разработке штатного расписания и должностных обязанностей. Особенно он помогает при разработке должностных инструкций, которые также не являются обязательными, но функционал там прописан. В коллекционных справочниках прописан функционал, как я уже сказала, и требования к квалификации данного конкретного работника, который будет этим заниматься. Итак, как же выглядит, как формулируются должности в коллекционном справочнике? Есть такая должность, которая называется заместитель директора по управлению персоналом. На мой взгляд, это не совсем корректное название, потому что если мы так будем писать в штатное расписание, то мы нарушаем следующее. У нас руководитель организации находится на должности генеральный директор. В данном случае заместитель директора, то есть заместитель кого-то, кого у нас в принципе нет. А написать заместитель генерального директора, тогда отойти от формулировки коллекционного справочника. Следующая должность – менеджер по персоналу. С этим все понятно. Начальник отдела кадров. Здесь тоже возникает вопрос. Если мы напишем должность начальник отдела кадров и будем использовать указанием структурного подразделения, тогда получается тавтология. Начальник отдела кадров, должность какого подразделения? Отдела кадров. То есть дважды получается, мы упоминаем структурное подразделение. Поэтому, на мой взгляд, я еще раз повторяю, это только мой взгляд. Вы можете его разделять, можете не разделять, это ваше право. На мой взгляд, было бы корректно в штабном расписании указать просто начальник. А затем уже указывая структурное подразделение, мы будем знать, начальник какого структурного подразделения является данный работник. Еще должность – специалист по кадрам и инспектор по кадрам. Вот в сравнении двух этих должностей в требованиях к квалификации и выполняемой функции, инспектор по кадрам является более низким по статусу, неже специалист по кадрам. Есть еще должность, которая называется начальник отдела подготовки кадров. В современном менеджменте чаще используются другие названия. Например, начальник отдела обучения и развития или TND. В этом отделе может работать инженер по подготовке кадров. Таких работников тот функционал, который они выполняют, иногда называют другой должностью. Например, тренинг-менеджер или менеджер по обучению и развитию. Даже две категории. Еще есть должность, которая уже более 300 лет – архивариус. Эта должность не обязательно должна входить в состав кадровой службы, но в организации она есть, имеется. По поводу обязательности применения квалификационного справочника. В порядке применения единого квалификационного справочника сказано, что квалификационные характеристики служат основой для разработки должностных инструкций. Если вы будете разрабатывать должностные инструкции. В соответствии фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требования квалификационных характеристик определяется аттестационной комиссии организации. То есть этот функционал еще можно использовать и уровень квалификации можно использовать при проведении оценки, аттестации работников. А также еще один очень важный момент – то, что лиц, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, который требуется, который установлен в этом разделе, в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности. Например, у работника очень большой опыт и он хочет быть преподавателем. Для того, чтобы преподавать, требуется высшее образование. Но у него нет высшего образования, зато опыт замечательный и харизма есть, в общем-то и методиками он владеет. Можем ли мы позволить ему вести курсы? Да, конечно, можем, как мы видим, в порядке исключения, если у него все получается и так далее. Но при этом мы не можем уволить его по результатам аттестации, как и несоответствующего занимаемой должности или выполняемой работе, поскольку мы уже его приняли на свой страх и риск. Как мы видим, квалификационные справочники не являются обязательными. Они являются обязательными только для тех профессий, должностей и специальностей, работники которых имеют какие-то люботы от государства. В остальных случаях мы можем творчески подходить к названию должности и указывать ту должность, которую считает нужным работодатель указать. Еще один документ, о котором я говорила, это общероссийский классификатор профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Они с квалификационным справочником идут вот как-то так рядом. Этот классификатор содержит два раздела. Первый раздел – это профессии рабочих, второй раздел – должности служащих. Он также обязателен для применения только в том случае, если есть какие-то льготы от государства. Пример. Есть такая профессия, которая называется электрогазосварщик. И в общероссийском классификаторе так и звучит – электрогазосварщик. Если мы назовем в своем штатном расписании эту профессию газоэлектросварщик, то есть переставим два корня, казалось бы, ничего не изменяется. Но тем не менее, такой профессии в классификаторе нет. Следовательно, работник, выполняющий данные функции, такие же, как и электрогазосварщик, не будет иметь этих льгот. И там придется, или ему придется доказывать должностными инструкциями, какими-то там, не знаю, другими документами, что он действительно выполнял данный функционал, который выполняет электрогазосварщик. Ну и из последнего, что называется, из новенького, да, профессиональные стандарты. Все уже там слышаны о них, много споров уже идет, хотя еще толком никто не работал по ним, но уже много спорят. Давайте разбираться. На сайте profstandard.rostmintrut.ru вы можете увидеть информацию об этих стандартах. Вы заходите на сайт, он выглядит вот таким образом, и дальше можете тут работать, смотреть, какие стандарты приняты уже, какие не приняты, что новенького здесь появилось. Если вы зайдете на страничку, увидите перечень стандартов специалистов, и один из стандартов называется специалист по управлению персоналом. Этот стандарт утвержден, так же, как утвержден совсем недавно, в ноябре, по-моему, стандарт менеджера по подбору персонала, рекрутера. Поэтому вот эти два стандарта уже утверждены, мы можем с ними работать. Но, как я уже сказала, очень много споров сейчас возникает, обязательно ли стандарты или не обязательно, и каждый понимает по-своему. Кто-то говорит, что да, во всех организациях, независимо от формы собственности, должны быть стандарты профессиональные на каждую должность, и работники должны подчиняться. Если нет, то государственный инспектор туда придет, оштрафует, и, в общем, что-то такое страшное произойдет. Давайте мы вместе с вами, чтобы сейчас вот не голосом быть, а просто прочитаем ту самую статью, которая будет введена в действие 1 июня 2016 года. Юлия, извините, пожалуйста. Это статья 195.3 Кодекса Трудового кодекса Российской Федерации. Итак, вот просто цитируем. Порядок применения профессиональных стандартов, если в Трудовом кодексе Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, к которым относятся указания, указы президента Российской Федерации, постановления правительства Российской Федерации и так далее, Установлены требования к квалификации, необходимые работники для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований, обязательны для применения работодателями. Например, педагогические работники или медицинские работники. Там требования к квалификации установлены. Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах, продолжаю цитировать эту статью, и обязательность применения, которых не установлено, например, кадровые работники. В нашем деле не написано, что кадровый работник должен что-то там такое обязательно. Квалификационный справочник является рекомендательным, носит рекомендательный характер. Льгот мы никаких от государства не получаем. Раньше на пенсию мы не выходим. Отпуск у нас такой же, как у всех. Правильно, дополнительный отпуск нам тоже не дают. Молоко за вредность тоже не получаем. Следовательно, у нас нет таких требований к квалификации. Так вот, дальше мы продолжаем мысль. Применяется работодателем в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей, выполняемой работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой в организации производства труда. Таким образом, делаем вывод, что для нас, для кадровых работников, профессиональные стандарты являются пока, на сегодняшний день, исходя из этого всего, являются рекомендательными. Мы можем им пользоваться, я думаю, что надо им пользоваться, потому что это очень хорошие, классные стандарты, разработанные с учетом всех необходимых направлений деятельности и требований. И они нам очень помогут, когда мы будем составлять должностные инструкции или проводить аттестацию, например. Они нам очень помогут. Вместе с тем, обратите, пожалуйста, внимание на вот эту фразу. С учетом особенностей, выполняемых работниками трудовых функций. Хочу привести вам пример, как заполняется штатное расписание. Итак, мы приняли решение, что, несмотря на то, что это не обязательно унифицированная форма, мы будем вести штатное расписание нашей организации в унифицированной форме. Для этого нам необходима структура, утвержденная с перечислением заработных плат. Здесь указываются только должности. Генеральный директор, у него есть заместители. Это функциональные заместители по направлениям с окладами. Заместители генерального директора подчиняются бухгалтерии и отдел кадров, коммерческому директору, отдел продаж и другие подразделения. В бухгалтерии есть два бухгалтера, две штатных единицы. В отделе кадров есть две штатные единицы инспектора по кадрам. А в отделе продаж есть пять штатных единиц менеджера по продажам. Вот этой информации нам вполне достаточно для того, чтобы уже вносить в унифицированную форму эту информацию. Если у нас есть дополнительные какие-то надбавки, значит мы тоже должны их внести в штатное расписание. Итак, пример заполнения штатного расписания по данной структуре. Указываем наименование организации на период, допустим, с 20 января 2016 года. Регистрация и утверждение регистрации происходит позже. Сначала мы делаем проект штатного расписания, где указываем структурные подразделения с указанием кодов. Код присваивается структурному подразделению 0102 и так далее. Должности, которые имеются в данном структурном подразделении, о том, как формулировать должность, мы с вами уже сказали. Количество штатных единиц, необходимых для исполнения той или иной должности. Тарифная ставка, оклад. И если есть надбавки, то заполняем 6, 7 и 8 графы. В унифицированной форме вот эти ячейки свободны. Сюда мы вписываем наименование надбавки. Например, за ненормированный рабочий день. За интенсивность работы. За знание иностранного языка. И в 9 графе все это суммируем, умножаем на количество штатных единиц и получаем суммарно фонд оплаты труда. Штатное расписание, напоминаю, подписывает руководитель кадровой службы и главный бухгалтер. Утверждается приказом руководителя организации, причем косвенным грифом. Здесь подписи руководителя нет, только ссылка на приказ. И после этого мы регистрируем, присваиваем дату и номер. Есть некие нюансы при заполнении штатного расписания. Например, в указаниях по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. Сказано, что при заполнении графы 4, количество штатных единиц, мы можем указывать в соответствующих долях. Например, не 1, 2, 3 штатные единицы, 10, 15, а 0,25 или 0,5 и так далее. Для этого мы делаем нормирование труда, смотрим, сколько времени требуется для выполнения этой функции. Из расчета 40 часов в неделю рассчитываем, и у нас получается примерно следующее. Пример. То же самое штатное расписание, только инспектор по кадрам, вот я выделила, да, 0,5 штатных единиц. Оклад 30 тысяч. В девятой графе пишем 15 тысяч. Мы умножаем 30 на 0,5, получается 15. Нам нужен реальный фонд оплаты труда. Кроме того, в графе 5, тарифная ставка, оклад и прочее, мы должны указывать в рублевом исчислении. По тарифной ставке, оклад, тарифной сетке, проценту от выручки, доли процента от прибыли и так далее. И в зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации, коллективных договоров и так далее. Пример. То же самое штатное расписание, вот я выделила цветом тарифная ставка, оклад. Вот здесь, сюда мы приводим те самые цифры, которые показывают тарифную ставку, оклад. Я прокомментирую это. Что еще сказано в указаниях? В графах 6, 8 надбавки показываются стимулирующие и компенсационные выплаты. Премии, надбавки, доплаты, поощрительные выплаты. Но сюда мы включаем не все надбавки, а только те, которые положены по должности или распространяются на всех работников. Допустим, за работу в районах Крайнего Севера. Или за работу с вредными или опасными условиями труда. Это распространяется на всех работников. Персональные надбавки, такие как надбавка за стаж работы, за квалификацию, за знание иностранного языка, если это не положено по должности, а просто за то, что работник знает и лучше выполняет свои функции, их мы не указываем в штатном расписании. И вот еще что сказано. Установлено действующим законодательством Российской Федерации, например, и в скобках, смотрите, северные надбавки, это понятно, надбавки за учебную степень и прочее, а также введенные по смотрению организации, например, связанные с режимом или условиями труда. Вот как раз та самая ситуация. Смотрим, вот они надбавки. Значит, мы разделяем их по разным категориям и указываем в каждой графе своя надбавка. Каждый работник, работающий на этой должности, будет получать эту надбавку. Также законодатель нам разрешает в пятой-девятой графе, то есть начиная с пятой, с оклада тарифной ставки и заканчивая общим фондом оплаты труда, в рублевом эквиваленте, если у вас бестарифная или смешанная система труда, указанные графы заполняются в соответствующих единицах измерений, например, процентах, коэффициентах и так далее. Хорошо, когда это процент от оклада, тогда мы можем высчитать и все равно перевести к единому знаменателю. А если, предположим, у нас бестарифная система, то есть у продавцов-консультантов заработная плата будет зависеть от количества проданного товара, предположим, да, то сюда уже внести ничего не можем. И таким образом, возвращаясь к квалифицированной форме, мы видим, что рекомендуется все-таки вносить в рублях. Вот везде единицы, указанные в рублях. В пятой, шестой, седьмой, восьмой и девятых графах везде написаны рубли. И на мой взгляд, конечно, нужно переводить в рубли. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, допустимо ли в штатном расписании указывать вилку окладов? Вилка окладов – это диапазон, минимум и максимум. Пример, как это может выглядеть. Вот наше штатное расписание, и здесь я привела пример вилку. Итак, бухгалтер. Мы пишем не 40 тысяч рублей, как в первом случае, а диапазон от 30 до 40 тысяч. То же самое у нас получается и в девятой графе от 60 до 80 тысяч. У инспектора по кадрам вилочный оклад и у менеджера по продажам вилка. И в результате, естественно, у нас и итоговые показатели тоже будут в диапазоне в определенном. Фонд оплаты труда у нас колеблется от 10 миллионов до 12 миллионов. Вот как работать с таким фондом оплаты труда в бюджете? Что брать, минимум или максимум все-таки? Непонятно. Итак, можно ли использовать вилку окладов в штатном расписании? Здесь мы будем опираться на письмо Роструда. Независимо от того, что эти письма носят рекомендательный характер, но они нам многие вещи разъясняют. Поэтому давайте мы посмотрим, что здесь написано. При установлении вилки окладов по одноименным должностям следует помнить об обязанности работодателя обеспечивать работникам равную оплату за труп равной ценности. 22 статья Трудового кодекса. Полагаем, что при установлении в штатном расписании окладов по одноименным должностям размеры окладов следует устанавливать одинаковые. То есть если бухгалтер, две штатные единицы, то и один, и другой должны с одинаковыми окладами быть. А так называемая надтарифная часть заработной платы, надбавки, доплаты, другие выплаты, может быть различной у разных работников. В том числе в зависимости от квалификации, сложности работы, количества, качества труда. Значит, в штатном расписании мы устанавливаем только одну цифру, оклад. И если у нас есть еще надтарифная вот эта часть, тогда мы указываем минимум. Ну давайте еще раз вернемся. Вот в данной ситуации было бы логично указать минимум, например, бухгалтер 30 тысяч рублей, а оставшиеся 10 тысяч от 40, да, мы уже используем как премии и надбавки, которые будем выплачивать по приказу руководителя организации. По каким критериям будем разрабатывать? Ну тут уже тоже, наверное, в зависимости от системы оплаты труда. Какие-то критерии оценки разрабатываем, плановые показатели, ключевые показатели эффективности. Исходя из них, будет вот эта вот часть, переменная часть выплачиваться. Следующий вопрос. Как вносить изменения в штатное расписание? Штатное расписание – это живой документ, в кавычках, конечно, подвижный, и в него требуется периодически вносить изменения. И тут нам также помогает Роструд. В своем письме указывается, что штатное расписание является локальным нормативным актом организации. Чистоту и периодичность изменения локальных нормативных актов, в частности штатного расписания, определяет работодатель. То есть работодатель может единожды издать, отработать и утвердить штатное расписание, и дальше только вносить изменения или вообще не вносить изменения. А может каждый день отменять штатное расписание и вводить новое. Здесь полная свобода действий. В указаниях по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учебу труда и его оплаты написано, как следует вносить изменения в штатное расписание. Они вносятся в соответствии с приказом, распоряжением руководителя организации. Из чего мы или уполномочены им на это лица. Из чего мы делаем вывод, что должен быть распорядительный документ, приказ или распоряжение. Пример такого приказа я хочу вам сейчас привести. Вот пример приказа. Это в свободной форме. Организация издает приказ, дата, номер, место издания Москва, заголовок. О внесении изменений в штатное расписание. В преамбуле пишем в связи с оптимизацией организационной структуры и в распорядительной части четко, пошагово объясняем, что нужно сделать. Первый пункт. Внести в штатное расписание следующие изменения. 1.1. Исключить из структурного подразделения отдел кадров должность инспектор 1 штатная единица с окладом 30 тысяч рублей в месяц. 1.2. Ввести в структурное подразделение отдел кадров должность специалист 1 штатная единица с окладом 40 тысяч рублей в месяц. 1.3. Изменить оклад структурного подразделения отдел кадров по должности начальник 1 штатная единица и установить его в размере 50 тысяч рублей в месяц. Таким образом, когда исключаем, вносим, вводим штатную единицу или изменяем оклад, это нужно издавать посредством приказа. В пункте 2 указываем дату, с которой вводятся эти изменения в действие и считаем штатная численность у нас в количестве 100 штатных единиц. А месячный фонд заработной платы изменился, ну и пишем какое-то там, что у нас получилось. И возлагаем контроль на соответствующее лицо. В приложении штатное расписание на пяти листах. И главный генеральный директор подписывает его. Итак, мы издали приказ, а дальше что? Вот у нас старое штатное расписание и есть приказ. Вот каким образом это все согласуется? Мы же не будем копии приказа прикалывать в штатном расписании и работать. Каждый раз смотреть, где что, какие изменения. Поэтому варианты внесения изменений в штатное расписание после издания приказа. Следующее. Можно отменить предыдущее штатное расписание и ввести в действие новое. Но тогда приказ будет другой. Тогда мы напишем отменить штатное расписание, дата, номер такой-то и ввести в действие новое штатное расписание с такой-то даты. Второй вариант. Оформление приложения к штатному расписанию. Мы берем такую же форму, вносим туда все изменения. То есть чистая форма, только изменения. И прикалываем к тому штатному расписанию, с которым мы работаем. И третий вариант. Издание новой редакции штатного расписания. Берем штатное расписание, с которым мы работаем, ну именно в электронном виде. Вносим непосредственно в текст изменения и пишем на какую дату эти изменения. Вот пример. В штатное расписание мы внесли изменения и пишем с изменениями на какую-то дату, ссылаемся на приказ, которым эти изменения внесены. Но штатное расписание остается прежним. Видите, да? Оно как было, оформлено приказом 20-го, там, 15-го января 2016-го года, так и осталось. Номер даты остается прежним. У нас просто вносится изменения, заполнение. Вот три варианта. Восьмой вопрос. Можно ли уничтожить штатное расписание, если оно утратило силу? Мы отменяем действие штатного расписания, можем ли мы его уничтожить? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо обратиться к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года номер 558, который утверждает перечень типовых управленческих архивных документов с указанием сроков хранения. Вот извлечение из перечня. Обратите внимание, в статье 71 указано, что штатное расписание организации и изменения к ним по месту разработки или утверждения хранятся постоянно. А в других организациях 3 года, это когда на знакомление отправляют другие организации, вот там они хранятся 3 года. А если в вашей организации разработано штатное расписание для вашей организации, оно хранится постоянно, то есть уничтожать мы не можем. И еще здесь 74 статья «Штатные расстановки». Штатно-списочный состав работников. Они хранятся 75 лет. Помните, мы сегодня говорили об этом? Это необязательный документ, но если вы его разрабатываете, вы его можете хранить 75 лет. Я напоминаю, что если какие-то вопросы еще остались, и вы хотите подробнее об этом узнать, мы всегда рады видеть вас на наших курсах. Эту схему вы можете увидеть на нашем сайте. И напоминаю, что после прохождения курсов вы можете получить очень веские, весомые документы, которые помогут вам в дальнейшем в общении с работодателем. Я благодарю вас всех за внимание и очень рады будем видеть вас в нашем центре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова